Привыкнуть к такому вряд ли получится. С наступлением осени Иркутск напоминает неумытого поросенка. Лужи и грязь на улицах уже никого не удивляют. Станет ли областной центр чище, разобралась Антонина Махнева. Этот ручей журчит на одной из улиц Иркутска. Вот такой ширины, вот такой глубины. И как на любую воду, смотреть на него можно долго, но вряд ли захочется видеть последствия. Как в городе возникла эта река без берегов, пока вопрос. А вот понять, откуда грязь появляется у струи площадок, можно и без расследований. Достаточно проверок специалистов администрации. В результате данных проверок мы выявили два правонарушения. Как видно, на данной строительной площадке происходит попадание грунта за пределы строительной площадки. И отсутствует мобильный моечный комплекс. Цена таких нарушений – штраф 40 тысяч рублей. Еще сто лет назад никто не мог и подумать, что можно будет наказать за то, что на дорогах грязь. Как минимум, потому что тогда и дорог не было. В 19 веке о благоустройстве только начали задумываться. Сто лет назад в Иркутске начался новый такой активный период, именно беспокойство о своем городе. Когда Иркутск был деревянный город, и когда много выгорало, вот после пожара 1879 года, его стали делать каменным. А раз появились каменные дома, соответственно, купцы стали в складчину делать не только строить дома, но они еще и стали облагораживать территорию. Первое подобие асфальта в Иркутске появилось на улице Карла Маркса в начале 20 века. В то время эта улица называлась «Большой». Способствовал этому купец Василий Жарников, который именно в это время держал на улице аптеку. И стремился, чтобы подход к ней всегда был чистым и опрятным. К сожалению, сейчас не все так стремятся к чистоте и порядку. Одно из основных неудобств, с которым пешеходы могут столкнуться осенью – лужи. Мы живем на Лисехе, если честно. Там у нас достаточно слякотно бывает дождь. По-моему, весь город грязный. Этой осенью вряд ли что-то изменится. Так что лужи, видимо, придется обходить, светлую обувь не носить и заодно опасаться машин, которые проезжают мимо на большой скорости. Наверное, не так важно, по каким причинам грязь появляется и на иркутских улицах. Гораздо важнее смотреть не только себе под ноги, но и обращать внимание на красоту природы, которая осенью как никогда разнообразна. Антонина Охнева, Михаил Глызин. Новости по будням.